Шахматы Шах профессиональному спорту Чем закончится эта партия Не знает, пожалуй, никто Даже самые смелые аналитики Не могут прогнозировать дальнейший ход развития Программа «Олимп» по-прежнему в строю И продолжает, конечно, дистанционно А по-другому сейчас нельзя Информировать вас о том, как наши спортсмены У которых COVID-19 вероломно забрал Олимпиаду Противостоят пандемии Никуда не уходите Во-первых, небезопасно это сейчас Да и, собственно, зачем? Ведь в ближайшие 10 минут будет очень интересно Итак, шахматы уходят в интернет О развитии онлайн-формата в древней игре мечтают давно Ориентируясь на успехи киберспорта или покера в сети Еще в прошлом году без всякого коронавируса В интернете провели чемпионат мира по фишеровским шахматам Проблему читерства Это использование компьютерных подсказок Решили очень просто За счет живых наблюдателей Которые следили за игрой гроссмейстеров И заодно записывали процесс на видео Снижая опасность сговора между игроком и наблюдателем Вероятно, по той же схеме в ближайшее время будут играть и в обычные шахматы Уже 18 апреля на портале ЧЕС-24 пройдет первый в истории супер-турнир по рапиду в интернете С призовым фондом 250 тысяч долларов Соревнование продлится целых две недели Предполагается участие восьми сильнейших шахматистов мира Во главе с самим Магнусом Карлсоном Который будет не только главным фаворитом, но и организатором соревнования Шахматы уникальное явление в мире спорта Потому что они одинаковы на деревянной доске и на мониторе компьютера Это исторический момент для шахмат Когда мы можем обеспечить зрителям по всему миру турнир высочайшего уровня В то время как все прочие спортивные соревнования прекращены Наши казахстанские шахматисты тоже не сидят на месте Точнее, конечно, сидят, но не без дела Сейчас в условиях самоизоляции у них есть достаточно времени Чтобы разработать как можно больше сложных и, главное, успешных комбинаций Стратегия в каждой партии конкретно и в ее основе лежит план Когда шахматист ищет наилучший ход, перебирая варианты Для игры в шахматы тактика как для начинающих, так и мастеров играет ключевую роль Основные приемы – двойной удар, вилка, связка, размен, жертва Стоит сказать, что атака, защита и даже ход также являются тактическими приемами Шахматы – один из немногих видов спорта, которым можно в нынешних условиях заниматься, не выходя из дома Все, что требуется – желание, шахматная доска с фигурами и литература, или же компьютер Немного забегая вперед, скажу, что через несколько дней запускается наша онлайн-платформа Будут видеоуроки со мной, а также много задач и тестов Играть в шахматы с нуля – непростая задача Чаще всего шахматы для начинающих представляются как развлечение и приятное времяпрепровождение Чтобы научиться играть действительно хорошо, нужно относиться к этому очень серьезно Необходимо потратить много времени как на изучение теории, так и на закрепление знаний на практике Шахматы помогают развивать творческую сторону человека Его логику, мышление, внимательность прививают усидчивость и концентрацию Играя в шахматы, мы строим планы, анализируем и просчитываем свои ходы наперед Поэтому считаю, что шахматы, как хороший тренажер, помогут человеку и в жизни Причем, надо сказать, тренажер далеко не дешевый Особенно сейчас, судя по объявлениям, ценники на шахматные доски взлетели так же, как и на защитные маски и антисептики К слову, некоторые поклонники этой игры приравнивают шахматы к современным защитным средствам Только здесь речь не об иммунной системе, а скорее головном мозге В период самоизоляции некоторые склонные к саморазрушению казахстанцы предпочитают целыми днями Смотреть телевизор, играть в бессмысленные компьютерные игры, опустошать холодильник Вместо этого лучше освоить шахматы и ежедневно тренировать серое вещество К сожалению, в последние дни, проснувшись, каждый казахстанец первым делом смотрит новости и видит, как распространяется вирус по нашей стране И это очень тревожно. В шахматах есть выражение «корректная жертва» Это когда во время партии жертвуешь пешку или фигуру, чтобы получить выигрышную позицию Так вот сейчас мы жертвуем Жертвуем своими развлечениями, походами в кино, встречами с друзьями Я уверена, что это корректная жертва А еще в шахматах есть термин «миттельшпиль» Это середина игры И по словам нашего гроссмейстера, сейчас на так называемой жизненно-шахматной доске мы находимся в «миттельшпиле» Где возникло критическое событие и от того, какой ход мы сделаем и какие действия предпримем, и будет зависеть Выиграем мы эту партию или проиграем Я обращаюсь к нашей молодежи с просьбой запастись терпением Чтобы сделать правильный ход, оставайтесь дома так долго, сколько этого потребует нынешняя ситуация Не дайте распространяться вирусу дальше Еще больше я хочу обратиться к нашим студентам-медикам Об эпидемиях, пандемии вы читали лишь в учебниках и проходили в теории Сегодня это происходит на практике Пожалуйста, сделайте выводы, усвоите урок Если когда-нибудь такое еще раз произойдет, мы будем надеяться только на вас Давайте делать верные ходы Вместе мы победим Подписываюсь под каждым словом этой молодой, но очень умной девушке На минуточку звание гроссмейстера она получила в 14 лет Действительно, все зависит от верных ходов Ситуация на самом деле очень сложная И для того, чтобы выйти из нее победителем, нужна четкая и, главное, выигрышная стратегия Детский мат в три хода уже не получится Ясно, что партия затянулась, причем на неопределенный срок Играть в поддавки с пандемией опасно Мы продолжаем терять фигуры Самое время нанести сокрушительный удар Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok